меня зовут стас и я приветствую всех на канале чок-чок сегодня мы с вами будем разговаривать о мировом развитии газосбросных систем сегодня у нас вот будет видео посвящено тому что достигли и вообще в мире производства до нас чего они достигли и чего на сегодняшний день достигли мы для вас вот так вот ну начнем с того что обсудим обозрим так как говорится да разные производства на предмет того чего они успели там за какой-то определенный период на придумывать да все мы допустим возьмем один но одно из производств которые уже с бородой у нас до компания брайли да то убрали все вы знаете вот такие вот порты были разработаны ну чуть позже на таких системах как xr они добавили вот еще один ряд портов удлинили стабилизатор до до 1 дюйма то есть до этого у них был стабилизатор два сантиметра потом они разогнали вот длину до 25 значит миллиметров и 20 миллиметров ушли на 25 миллиметров и добавили один ряд портов а самое главное это по большому счету но вы понимаете что компанию который у которой стаж 50 лет уже с лишним да то есть ну чего она такого-то придумала вот я вам сейчас еще здесь вывожу фотографию стабилизаторов которые они используют на системе helix у меня просто собой в чемодане их нет вот да они вы посмотрите еще вот систему helix как выглядит это все чего компания брайли напридумывала за прошедшие 50 лет то есть такое ощущение что в данной компании в данной компании разработки вообще практически не велись вот у них смотрите есть один тип стабилизатор два типа газосбросных систем это система helix и система вот вот этих вот спортинговых охота спортчоков да у них с xr разница только в том что здесь порты имеют газосбросную систему и не имеют оттормаживающей системы то есть у них угол направленности идет непосредственно вот самого порта ну то есть вот вот под таким углом они засверлены да то есть они это сделано специально чтобы вообще не цеплял пыш а здесь он развернут и засверлен вот в эту сторону в противоположную оси движения снаряда и соответственно здесь оттормаживающая система есть но поскольку три вида на тормоз на оттормаживание было мало они добавили четвертый ряд то есть его даже добавили зачем ну во первых чтобы увеличить объем газосбросной системы потому что эта система была разработана для навесок для того чтобы она газоброс система справлялась даже при навесках 36 40 грамм то есть для более таких уже больших навесок потому что вот это вот система разрыв она справляется полностью с навесками до 32 грамма 36 40 грамм уже тот объем который хотелось бы сбросить она не сбрасывает вот поэтому допустим в нашей системе спортсмен значит мы объем за сброс системы сделали больше чем у компании брайли эта система до 40 грамм как минимум легко сбрасывает без проблем вообще вот к примеру вот эта система способна сбрасывать и 48 грамм легко но вот эти все системы которые мы сейчас разрабатываем естественно то есть тоже и так далее да да все наши системы что hunter что профессионал да ну легко сбрасывают необходимый объем газа до 48 грамм и и и и и и и В системе спортсмен мы учитывали то, что стабилизатор должен быть максимум 25 миллиметров для того, чтобы вес самого устройства не превышать необходимых. То есть мы здесь стремимся по оси HP, Benelik, Reoplus и Mobile Choc, стремимся к тому, чтобы даже самые тугие устройства, при самых тугих устройствах, там допустим полный чок, стенки они же чуть толще, оно чуть больше весит, чем допустим близкий к цилиндру конус. И соответственно мы стремимся, чтобы они не превышали 35-40 грамм, то есть даже самые тугие, а 0,5 там весили ближе к 30 грамм. На сегодняшний день идет вот эта вот работа у нас. То есть компания Брайли имеет за 50 лет активной работы с дульными устройствами по большому счету 4 типа стабилизаторов. Это стабилизатор, не имеющий газосбросной системы, стабилизатор, имеющий минимальный объем газосбросной системы, стабилизатор, имеющий увеличенный объем газосбросной системы с уже присутствующей оттормаживающей системой. И Helix, который не имеет оттормаживающую систему, имеет радиальную инновационную систему, способную подкрутить снаряд, но имеющий огромный объем газосброса, способный разгружать. Почему у них линейка Hunter, Helix Hunter, вот тоже сейчас на фото есть у вас на экране, почему Helix Hunter вышел именно, само слово Hunter вышло на Helix, потому что Helix Hunter, он также до 52 грамма навески, то есть с увеличенным объемом пороха, без проблем, может сбрасывать весь необходимый поток газов. Все необходимое давление, будем говорить, которое может приходить на средств ствола. Поэтому тут момент такой, что компания Brayley, она по большому счету линейка Helix и EXR только в крайние 7-8 лет разработала. EXR вообще вышла не так давно, лет 5 назад, не помню точно, или 4. Вот, то есть тут дело в том, что компания Brayley, ну за последние 10 лет вот EXR придумала и Helix, проще говоря, за 10 лет вообще. То есть другими словами, компании вообще не ведут никаких разработок, не тратят на это деньги, им вообще пофиг, ну то есть на эту всю тему. Единственное, что они вот еще успели там подпридумать, это вот я вам уже снимал, это радиальная система Diffusion, мы вам ее отстреливали, да, это вот у нас нарезы, значит, внутри самого конуса и стабилизатора, которые могут раскручивать, значит, снаряд и делать бою снаряда широким, да. Тоже радиальная инерционная система, имплантированная, по сути, вот в такое вот устройство, уже ранее придуманное. Также есть такая же радиальная инерционная система, имплантированная вот в такие, их не портированные стабилизаторы. У них это устройство называется, по-моему, DAC, ну то есть чистое устройство, разработанное под охоту по утке для широкого боя. Вот, то есть у меня в коллекции оно тоже есть, просто здесь в чемодане не все есть, чего бы я хотел бы вам показать. Некогда было сегодня, значит, решать этот вопрос и заезжать, брать еще какие-то устройства с собой. Поэтому на фоточках тут, собственно говоря, и DAC тоже я вам представлю, как он выглядит. Миша вот вам сейчас его показывает. Вот, значит, EXR, это тоже вот система, которую выпустила компания в крайние 10 лет. То есть в крайние 10 лет, давайте так обобщим, они вот внутриконусную инновационную радиальную систему все-таки разработали, да. Разработали стабилизатор EXR, это уже две системы, и система Helix. То есть, по большому счету, это все, прям все, чего компания Брайли вам наразрабатывала. Вот. Продолжение следует...